Сегодня мы делаем сутлячу. 100 грамм пиринч. 40 грамм лучше. 200 грамм пиринч. 1,5 литра сут. 100 грамм риса. Если он у вас будет мелкий, поломанный, то очень хорошо. 200 грамм сахара. 1,5 литра молока. Это все, что нам нужно для этого прекрасного десерта. Как я говорила, готовить его мы будем сразу на плите, а потом в духовке. Сейчас помоем только в одной воде, буквально сполоснем. То есть вымывать крахмал не будем. Нам нужна будет кастрюля. В ней мы будем все это варить сразу. Сразу будем варить в воде. 1 стакан. 2 стакан. 2 стакан. 200 грамм воды. 2 стакана воды. 1 стакан. Это в деньгах. Так девочки, кто знает, кто знает, турецкий переведите точно. Я это слово не знаю. В общем вы поняли. В общем вы поняли. В этом году мы будем варить. этот рис до того момента пока он полностью сварится и в общем воды уже практически не будет он такой будет как каша вот смотрите рисик готовится видите какой уже он кипит сейчас помешали немножко потому что уже прям пенка поднялась и оставляем дальше крышкой не закрываем и вот таким образом часы где-то полтора будет потихоньку кипеть когда закипит молоко сделаем огонь поменьше и оставим вариться уже потихоньку потихоньку становится молоко такой знаете более густым то есть лишняя жидкость испаряется также рис разваривается и поэтому добавляем сахар прошло где-то крых дак или даком в общем спустя час добавляем сахару на гордый ларо такси тюн шеюне горе да фактеде билер писать писать омбеш дак да может быть и чуть чуть больше времени пройдет смотрите сами по густоте бна бир кашек пиринчуна вея нишаста бунда францет в общем сейчас добавляем еще рисовую муку это может быть рисовый рисовый крахмал также есть и почему мы его добавляем потому что мы будем готовить сютляч в духовке если вы не будете делать обычным способом как у нас есть видео то этот не надо добавлять ни муку ни крахмал вот чуть-чуть разбавили водичкой чтобы мука разошлась потому что если сразу ее высыпать в горячее молоко то нас хватится и будут комочками хорошо размешали чтобы не было комков и добавляем сейчас все обратно две минути пускаешься по варится франомызы Духовку включаем на 215 градусов, пускай нагревается уже. Все уже готово, видите какой он густой стал, когда добавили муку сразу прям намного гуще стал. И сейчас берем маленькие тарелочки, в которых потом будем подавать, и наливаем сетляч. И берем похожую посуду, это может быть противень, в общем, и наливаем воды, так чтобы где-то половинка тарелочки, кладем туда, ставим наш сетляч и в духовку отправляем. Отправляем в духовку и будем ждать, пока сверху станет таким коричневым цветом красивым. Посмотрим, сколько это займет по времени. Видите? Мы включили только верхний слой. Уже прошло 15 минут и мы включили изгара, то есть это верхний слой, чтобы именно этот верхний слой подрумянился так можно посмотреть фотографируй вот такая вкуснота и красота, а пахнет как сейчас на всю квартиру просто невероятно очень вкусно итак 20 минут спустя можете еще подержать тольше, мы же не рискнули потому что видите уже некоторые это зависимость от духовки некоторые по сторонам начали пригорать но камера передает прям совсем черное, но не такое черное оно просто коричневое, то есть такой красивый подзагоревший вот, в общем вот такой фрынт сутляч у нас готов ждем пока он остынет и будем кушать его остывшим вынесли все на балкон, чтобы побыстрее остывало, потом поставим все в холодильник и все на этом еще покажем какой консистенции оно когда остынет очень вкусно, очень просто я знаю, что много кто может сказать, что это обычная рисовая каша или пудинг но в Турции это называется сутляч, то есть такой вот рисовый десерт также сверху вот мы просто сделали пару штучек как видите без духовки сразу сваривший полтора часа или час разлили по тарелочкам это вот такой сутляч здесь можно посыпать корицей можно, в общем, какао посыпать кокосовой стружкой посыпать в общем, как хотите, украшайте фруктики, тоже какие-нибудь ягодки можно положить для красоты вот, ну и вот такой фрын сутляч у нас получился что, готовьте обязательно это очень вкусно девочки вы на канале Кусно Чвей и ешьте эту галяль чурпенькую коричную и не поставьте ее на балкон только в холодильник в холодильнике, да, ее держать нужно? да ставить, чтобы она остыла, да? да хорошо, ну попробуй, вкусненько тебе или нет ты уже одну съел, но еще одну съешь вкусно? да очень вкусно можно, значит, готовить всем, да? да вот смотрите, какое оно такое густое, видите? и вкусненькое очень ну все, всем скажем приятного аппетита и будьте счастливы, да? да, приятного аппетита и вы на канале на моем вкусно ЧВ и есть а и